Теперь вы говорите риск. Риск не только у меня был в моей работе, но и в жизни вообще. Есть одно воспоминание, которое я с содроганием вспоминаю. Ребенка моему было 5 лет, девочка. И мы были втроем, отдыхали. Как отдыхали? Диким образом. Были в Грузии и расположились так, что рядом было ущелье. А напиться? Как? Надо было идти, обоходить в щели 2 километра, потом сюда 2 километра, потом 8 километров. Выпить чашку воды или чего. И была проложена труба над ущельем, довольно высокая. Струилась речушка, камни острые. Я говорю, Леночка, ножками не будешь дрогать? Нет. Ну, садись сюда. Да. Я, между прочим, к высоте отношусь с настороженностью. Откровенно побаиваюсь или боюсь, если будет. Но взыграло. Как так ты боишься? Если не можешь преодолеть, дополнительная трудность, понимаете, уже равновесие, куда трудно соблюдать. Я втянул живот. Думаю, на всякий случай, если я вдруг что-то со мной буду делать, оно со мной никогда ничего не делается. И я так тихонечко, шаг за шагом, пошел по этой трубе. Я говорю, Леночка, сиди спокойно. Я спокойно смеется. Я так посмотрю на эту высоту, иду. Прошли. Напились воды или там, не помню, чего, сока. Ну, иди себе дальше. Нет. А ну, пройди еще раз внутренний голос. Зачем? Сумасшествие. Повезло. Но еще раз. Я прошел еще раз. Сколько лет прошло? Я когда-то вспоминаю, мне так тяжело, думаю, зачем это я сделал? Ну, нельзя. Я призываю всех, рискуйте, но всегда есть предел какой-то. Не должен быть мега-риск. Особенно, когда дело связано... Риск тогда, когда есть большая опасность. А когда никакой опасности нет, то нет риска. Но касательно работы, я даже придумал такой афорист. Вернее, он сам родился. Потому что моя работа станет опасной тогда, когда перестанет быть опасной. Не было бы телемостов, я бы тут не сидел бы, понимаете?